Здравствуйте, меня зовут Юлия Двореченская. Мне на сегодняшний день 38 лет, скоро 39. С диагнозом рак поджелудочной железы я живу уже 2,5 года. Хочу оставить этот день в памяти. Сегодня 2 июня 2024 года. Узнала я с течением симптомов. Если коротко, то началось все с механической желтухи. Хотя и раньше была симптоматика, которая просто похожа на многие вещи. И, соответственно, ты не можешь их как-то сассоциировать с раком. У меня слабость какая-то была. Я ребенка провожала в садик, приходила и уже была уставшая. У меня работа дома была, он дистанционно за компьютером. И я уже уставшая была. Я жаловалась, я помню, по телефону, что-то я устала. Потом, конечно, я свела все это под одну черту и стало понятно. И боли в спине были. И это оказалось тоже и знающие, и хорошие, например, гастроэнтерологи, врачи знают, что боль в спине, определенных ее локализациях, это тоже симптом рака поджелудочной железы. А дальше было непереваривание пищи, наверное, в течение двух недель примерно. Очень тяжело, плохо переваривалось. Я все откладывала ужин и могла уже в обед поесть и не есть. Потому что к вечеру я, как, может быть, многие женщины знают, когда ты беременный, у тебя даже заброс рефлюкс. То есть такое чувство переполнения. Хотя ты ел там и совсем капелюшечку, да. Извините за подробности диарея, то есть стул непереваренный. И я побежала к гастроэнтерологу. К сожалению, в обычной поликлинике попалась не очень, да, какая-то радушная, назовем так, гастроэнтеролог. Гастроэнтеролог, она, видя мою молодость, говорит, попейте таблеточки, все пройдет. Но ничего не прошло. Слава богу, она мне выписала направление на анализы, как раз биохимию, куда входят показатели печени, да, поджелудочные, ЛТ, СТ, билирубин. Многие, думаю, знакомы с этими показателями. И у меня все зашкаливало. И к понедельнику, когда я все сдала, мне уже позвонили с поликлиники, говорят, Юля, надо выяснять причину, что это. Это либо вирусное что-то, что дает такое, ну, то есть гепатит какого-то типа, либо это механическое сдавливание протоков, что вызывает обычно механическую желтуху. Ну и дальше вот это все выяснение пошло. И выяснили мы, что это механическая преграда, а преграда в виде опухоли. На самом деле я сама никогда не знала, где у нас какие органы, ну, кроме сердца, наверное, легких и так далее. У нас, во-первых, поджелудочная, она почему в спине часто боль дает? Потому что она в забрюшинном пространстве, она как бы сзади, ближе, так скажем, туда аж к позвоночнику. Если я сейчас анатомически что-то где-то чуть скажу неверно, ну, поймите, я, да, не врач, но, грубо говоря, она действительно там. И, соответственно, они достаточно близко, как у нас, да, анатомические из печени идут, вырабатывает желчь печень. Вот. И когда проход, она проходит через поджелудочную протоки и попадает в 12-перстную кишку. Если в поджелудочную опухоль, она обычно, особенно в головке, у меня локализация в головке поджелудочной опухоли, перегораживает этот путь, и, соответственно, желчи некуда деваться. И печень выбрасывает во весь организм. Где у нас самый большой орган тела? Это кожа. Соответственно, мы желтеем. Когда я легла просто, это немножко юмора, в первую больницу, где мне снимали механическую желтуху, меня бабушки, соседки по палате говорят, вы, наверное, с отдыха приехали, у вас такой красивый загар, потому что у меня был не желтушный, а реально как загар, как будто я с юга приехала. Склеры глаз тоже, конечно, желтые. Вот, то есть, сама желчь вырабатывается, повторюсь, в печени. И вот только получается, когда она проходит через протоки, передавливается, и поэтому ей некуда выходить, и наступает вот эта желтушность. Само по себе очень тяжелое состояние и физически, и от него люди тоже даже умереть могут. Поэтому первое, что происходит, это снимают желтушность, чтобы вообще человек с раком поджелудочной железы или с раком желчных протоков начал лечение, и если у него вот этот симптом возник, всегда снимают сначала желтушность. И тут тоже очень интересно, что снимают ее в обычных больницах, в скорой помощи, в первой помощи, да. То есть это не онкопрофиль еще. Только после этого ты дальше, когда тебе это сделали, то есть в хирургических отделениях, там тоже разные пути есть, стенты ставят, дренажи, дренажи разные бывают. Вот только после этого ты уже выходишь на основное лечение, то есть либо это химия, может быть, если, дай бог, нет, метастаз, хирургия еще, то есть лучевая и так далее. Наверное, было понятно, когда мы приехали на УЗИ, причем когда мы получили плохие анализы, я сдала все в обычной поликлинике, гепатиты, и все тоже, многие знают, что их долго готовят результаты буквально, ну, например, примерно три дня. И за это время, понятно, мы не складывали руки. Большое спасибо руководителю организации, где я работала. У него с мамой в свое время были проблемы, тоже у него рак, ну, немножко в другой области, но тоже в ЖКТ. Он мне сказал, Юля, едь туда, там хорошие специалисты, и назвал определенный гастроэнтерологический центр у нас в Санкт-Петербурге. И спасибо большое врачу-узисту. Я, к сожалению, забыла фамилию, у меня все есть в документах, да. Большой поклон. Она сразу, проведя УЗИ, увидела образование в поджелудочной железе, оно было достаточно большое. Понятно, что оно не круглое, как мячик, ну, грубо говоря, 5 на 5, да, в своих размерах. Вот. И уже стало все понятно. Вот. Спасибо интернету и одновременно не спасибо, которое вещает о том, что в поджелудочной добра практически не бывает. То есть был 1%, и как любой человек, я надеялась, что, а вдруг это доброкачественная опухоль, но чудо не случилось. В этот же день уже к вечеру долго-долго, и, наверное, люди, которые не только, ну, с разными заболеваниями попадали в больницу скорой помощи, знают, сколько там сидеть нужно в очередях. Вся измученная, когда я попала, там тоже провели в этот же день УЗИ, и тоже сказали, Юля, там. Конечно, биопсию провели чуть позже, но, наверное, осознание того, что уже это рак, я тогда уже все понимала. Вот. Биопсию провели потом в другом методорганизации, и все подтвердилось. Не отличусь, наверное, ни от кого. За что, почему, но, наверное, это даже были вторые мысли. Первые мысли, опять, поблагодарю, в кавычках, потому что это реально в обратном смысле интернет, потому что он четко писал, сколько с этим диагнозом, по статистике, живут люди. Я вот сейчас говорю, и я самурашками покрываюсь. Два года в среднем, и если очень повезет, то пять лет. Вот. И люди, которые перешагивают за порог пять лет, ну, это единицы. Сейчас есть большое пациентское сообщество в Америке по раку поджелудочной железы. И, понятно, статистику там. Ну, все знают, что как бы все исследования больше всего сейчас сосредоточены по онкологии в Америке. Сейчас продвинулось, что 12% людей с раком поджелудочной железы, с аденокарциномой, у меня именно этот тип, потому что типы раков, да, разные бывают, переживают порог пять лет. 12%. И даже, когда я прибавила эти пять лет, я говорю, сейчас опять мурашка, я просто... Первые мысли я считала, сколько моим детям будет, даже если я проживу два, так, три, а если пять. И я понимала, что даже в любые из этих моментов они еще будут маленькими. У меня, получается, еще обострение случилось. И я была же уже умная, я знала, что у меня рак. Это был конец января 22-го. А в феврале буквально меня вот... Сняли мне механическую желтуху, вывели дренаж. Это такая, ну, трубка из протоков как раз-таки печени и с мешком. И вот я ходила туда, эта желчь выливала. Состояние очень тяжелое, потому что профессор есть в институте Граново, это здесь тоже в Песочном, в Ленинградской области. Вот. Он мне тогда сказал, Юля, старайся сделать другого типа дренаж, потому что очень тяжело с мешком еще проходить химию, потому что желчь для организма, она, ну, так же важна чуть ли не как кровь. То есть действительно терялись силы, и эту желчь приходилось пить. Это было все ужасно. Вот. Но я была уже умная, я знала, что у меня рак, и у меня день рождения у сына 5 февраля. И у меня боли начинаются, и спасибо моей свекрови, вот, потому что она сказала, Юля, давай вот не терпи, потому что у меня в понедельник, а это была суббота, по-моему, в понедельник было уже назначено дальше обследоваться. То есть, как я и говорила, первое это снимает симптомы механической желтухи, дальше мы идем к онкологам, они что-то направляют, консилиум лечат, ла-ла-ла. И я в понедельник была назначена к онкологу. Я думала, ну что, я не потерплю, как мы любим потерпеть до понедельника. Но она меня отправила. И я в субботу оказалась в больнице, и оказалось, мои боли не были связаны, что пусть для кого-то это тоже будет примером, что иногда мы не можем отказаться, что еще помимо рака происходит в нашем организме. У меня случился обычный аппендицит, но если бы мы вовремя его не вырезали, он бы мог превратиться из, по-моему, флегматозного, правильно, в гнойный. Когда все там, говорят, растекаются, это тоже смертеподобно, скажем так. Ну не скажем так, а... То есть по факту хорошо, что я вовремя в тот раз была пнута и попала в военно-медицинскую академию. Я попала. Очень хорошие хирурги там тоже. У них, к сожалению, маленький арсенал онкологической службы и мало химпрепаратов, но хирурги у них молодцы. Мне и дренаж потом меняли именно там. Из этого мешка, который у меня был, и желчь выходила наружу, и приходилось ее пить. Это непередаваемые ощущения, коктейль. Могу вкратце рассказать, с чем употреблять этот чудесный напиток. Во-первых, хочу сказать, что сейчас очень много сайтов, есть не сайтов, прошу прощения, каналов, по раку поджелудочной желудки, для зоэпохолангиокарциномии. И есть видео даже уже и памятки. Мы отвечаем там, как пить, пить или не пить эту желчь. Потому что мы пациенты, которые проходили это все, да, и как, скажем, грамотные хирурги рекомендуют ее пить. Почему? Ее нужно фильтровать через марлечку, то есть несколько слоев пить, свежую, вот не ту, которая за ночь, например, стекла, потому что ты спишь, мешок там по физике, он должен быть всегда ниже тела, вот, чтобы было стечение, да, то есть стекала желчь. И свежую желчь одновременно с едой. То есть это то, с чем, как бы, естественно, она должна, появляться в твоем организме. Ты ешь, желчь вырабатывается и помогает перевариванию пищи. А раз ее нет, ты получаешь ее через рот, да, себе заливаешь, скажем так. Разбавлять тоже кучу лайфхаков. Томатный сок, грейпфрутовый, виноградный. Даже врачи рекомендуют безалкогольное пиво. Вопрос это очень неприятно, по-русски противно. Вот, но, извините, хочешь жить, хочешь иметь силы, потому что это реально, вот ты попьешь желчь и даже прям чувствуешь, ну, конечно, это не энергетик, но совершенно другое качество, как бы, когда ты это делаешь. Сил больше. Вот. И мне вот в МА, повторюсь, сменили этот дренаж и сделали дымников хирург. Вот, Денис Александрович, спасибо ему большое. У нас с ним дружеский такой контакт. И до сих пор, и вообще, я тоже вот хочу сказать, я с большим поклоном к своим врачам. Были какие-то мимолетные врачи, о которых, наверное, скажу, ну, не хочу говорить даже. Но в основном очень я благодарна судьбе. Я вообще благодарна судьбе, что она всегда меня сводит с такими людьми. Ну, я сейчас в нужный момент с такими врачами она сводила, ну, все просто золото, минимум серебро. Вот. И он мне тогда вывел дренаж из-за вот этого состояния мешка внутри. То есть у меня трубочка здесь есть, вот под этим красивым платьем. Вот. Но она небольшая для промывки. Потому что это как трубка, как я всем объясняю, понимаете, вот вы там где-то на даче поливаете, трубы забиваются все равно. Наши трубы там водосточные забиваются. Их надо пробивать, промывать, очищать, менять. И то же самое делаю я с этим. Я там раз в три месяца в среднем ложусь менять этот дренаж. Но сейчас у меня все естественным путем, как и должно быть по физиологии. То есть моя желчь поступает в 12-перстную кишку. И помогает естественному усваиванию пищи. Нет уже этих мучений с питьем желчи. Соответственно, совершенно другое состояние организма. Лечили, начали потом с химиотерапии. Потому что мне сразу поставили четвертую стадию. У меня метастазы по брюшине были. Обычно поджелудочная стреляет либо в печень, самая распространенная, легкие. Вторая локализация. И часто тоже в брюшину. Вот у меня много мелких увидели по брюшине. Соответственно, в основном, это значит назначение химиотерапии. То есть я не подлежу на тот момент хирургическому лечению. Потому что есть отдаленные метастазы. Лечилась. Мне назначили несколько вариантов химиотерапии. Прописали консилиум в Петрово. И сказали по месту у нас в Петербурге, по месту жительства, соответственно, ты должен по маршрутизации попадать в свой онкодиспансер. Мой онкодиспансер – это на ветеранов. Прекрасное 13-е химияотделение было. Оно и есть. И прекрасный врач у меня Жукова. Мы с ней прошли почти все химии. Я прошла 12 фолфериноксов. Наверное, 10 мы с ней вместе прошли. А потом она, слава богу, забеременела. Она ушла в декрет. И у нее девочка. И я за нее безумно рада, потому что молодой хороший врач. И она всегда отвечала на мои кучи вопросов. А у меня их всегда всю жизнь по всем темам много. Ну вот, я из тех вариантов. А почему? А как? И в школе вот так все время. А я не поняла. А мне объясните. И она всегда… То есть я приходила. Это тоже лайфхак для пациентов, для близких пациентов. Вы забываете в моменте. Пишите бумажки. Вот пришел к вам врач. Напишите бумажки, какие к нему вопросы. Он пришел, вы их задали, и ваша душа спокойна. И нет вот этой какой-то отчужденности и больше понимания. Вот. То есть я прошла 12 схемий. По клиническим рекомендациям это в принципе стандарт для поджелудочной. Бывает, что больше делают, уменьшают, то есть редуцируют дозы. Но у меня уменьшилась опухоль, которая вот сдавливала протоки в среднем. Примерно она стала 2,2. То есть помним 5,5, стало 2,2. И встал вопрос опять про хирургию, либо лучевую терапию. Вот. Много я думала, много брала консультаций в Боткинской больнице, в больнице Вишневского. Это Москва все называю сейчас. Вот. Еще брала в Ильинской больнице онлайн-консультацию. Там знаменитые хирурги Егоров. В Вишневского это Горин. Давид Семенович, он, кстати, перешел сейчас в больницу Юдина у него. Я в соцсетях прочитала. Там много тоже хороших хирургов по поджелудочной. Здесь я брала у Попова консультацию в Граново. Вот. И у Карачуна в Петрово. И так как, я не знаю, к счастью, к сожалению, их показания не сводились к одной черте. Кто-то говорил, Юля, да, мы готовы тебя прооперировать. Кто-то говорил, Юля, не надо вовлечение. У меня еще вовлечение общепеченочной артерии очень сильное было. И непонятно, ну, наверное, многие, кто уже столкнулся с такими диагнозами, знают, что картинка КТ, МРТ, ПЭТ-КТ, она в действительности, когда, извините, человека разрежут, может отличаться в лучшую или в худшую сторону. Наверное, скажу тоже правду, я побоялась, испугалась. Я не пошла на операцию. Я пошла на лучевую терапию. До сих пор не жалею про лучевую. До сих пор, вообще, пока ни о чем не жалею. Вот как идет мой путь, так и идет. Вот. Пошла в лучевую, в Граново. Там замечательный тоже среди нас поджелудочников. Вот у нас есть онкосообщество по раку поджелудочной. Все его знают. Мишечкин Алексей Владимирович. Вот. Получается, что после этого, после лучевой у нас и по протоколам, по клиническим рекомендациям, по поджелудочной, в принципе, если только есть сильная непеременосимость, ты можешь оставаться без лечения. Ты не можешь оставаться без лечения, потому что это очень агрессивная форма рака. Хотя они тоже отличаются. G1, G2, G3. Вот по дифференцировке. Но, тем не менее, в целом, мы обычно, поджелудочники, не остаемся без лечения. И где-то в середине лечения я проходила, я сдавала на определенную мутацию, у меня нашлась мутация ПАЛБ-2. Не все о ней знают, но она из одной панели, из одного ряда, как БРСА. БРСА у многих на слуху. Это тот синдром, который у Анжелина Джоли. У многих уже людей, которые с этим вообще сталкиваются. И эта мутация ПАЛБ-2, она оказалась у меня наследственной. Честно, не знаю, кто наградил маму, папу. Сразу мне, кстати, рекомендация там внизу, что ближайшим родственникам либо сдать, либо сообщить. У меня есть брат кровный, я ему сообщила. У него тоже дети. Он не захотел. Это его право. Он не хочет знать. Не хочет жить в страхе, наверное. И детям тоже этически. Я вот в Петрово была на конференции, задавала тоже этот вопрос. У нас в стране этически тоже дети. Он старается до 18 лет не делать. Муж мне тоже как бы так сказал. Я вроде была нацелена сделать. Он говорит, сейчас не надо. Пусть подрастут. И да, он мудро принял решение, что пусть они сам принят решение, хотят жить с этим знанием. А вдруг такая же мутация им передалась, потому что она провоцирует, может быть, провокатором нескольких типов рака. Это рак молочной железы, рак, понятно, поджелудочный, рак простаты и, по-моему, еще один или два вида. И жить в этом страхе тоже. Ну, с другой стороны, ты подкован. Тут человек должен принять для себя сам решение. И благодаря тому, что зато у меня есть эта мутация, и на нее, как и на БРСА, есть таргетный препарат. И вот я на нем уже полтора года. То есть все вот эти химиотерапии, они были очень насыщенные. Они в рамках полгода прошли. Потом 25 сеансов лучевой. И потом буквально там совсем через короткое время я села на эти таблетки, и я сижу на них. Да, они тоже влияют на кровь. Да, это не витаминка. Абсолютно не витаминка. Но я считаю, что я их переношу хорошо. И они... Ну, я себя чувствую очень прекрасно, в принципе. Наверное, многие говорят, что это дети, у кого они есть. Я не могу сказать, что это только дети. Да, это большая часть, большой двигатель и стремление того. И вы помните мои первые мысли о чем. И я понимаю, что у меня мальчик и девочка, и что папе особенно тяжело водить с девочкой. И любой даже день прожитый больше, это уже супер. Вот реально я так и считаю, что супер. То есть каждый день это супер. Переосмысление жизни помогло. Чтение книг. Где-то в основном мой мозг так устроен, что надо что-то познавательное. Я много читала и про рак в том числе, про психологию. И мне попадались люди, советы, какие-то те, которые были фактическими. Я, наверное, жива благодаря тому, что я тоже делаю какое-то добро и помогаю там, где я могу помогать. И как бы это ни назвали, то есть ты сеешь добро, оно тебе возвращается, обмен энергиями, как бы это ни назвали. По мне так это пока работает. Надеюсь, оно будет долго работать. Потому что, честно, я думаю, без этого я... Если бы я закрылась в скорлупку, если бы мир зациклился до мне, я бы сказала, все, я вот умираю, и мне все поддавайте, и я вот так хочу. И, ну, как бы озлобилась бы, наверное, еще. И поняла, что этот мир несправедлив, потому что я не курила, не пила, да, ну, как там на празднике бокал вина, да. То есть можно было озлобиться и сказать, за что, почему, и, ну, стать, может быть, даже хуже, чем была. А я постаралась, стараюсь. И надо стараться, и каждый раз, это все равно работа, напоминать себе, становиться лучше и помогать другим. То есть мне помогает помощь другим. И мне помогает моя семья, конечно. Вот. И мне помогали мои друзья. И мне помогает наша... Помогала вот на этом этапе в лечении наше онкосообщество по раку поджелудочной. Без него я была бы без знаний. Он мне дал опору по знаниям. Я говорю, спасибо вот сейчас современному миру, технологиям, что есть эти каналы, что есть эти знания. Я говорю, просто без этого ты как слепой котенок. К сожалению, даже хорошие врачи, у них порой нет времени что-то тебе объяснить, пояснить и так далее. Вот. Вот это все в скопе. Не могу назвать один фактор. Это то, чему я научилась сейчас уже в диагнозе. И я говорю, как это вот все... Я не помню, на кого я была подписана. Где-то выскочила реклама про обучение равному консультированию в онкологии. Не задумываясь, я туда махнула. Прошло это обучение. Оно онлайн на несколько месяцев. Вот. Очень интересно. У нас очень дружный коллектив. Мы все в разных городах, чтобы вы понимали. Но при этом мы общаемся и помогаем друг другу, передаем клиентов. Вот у нас не пациенты, мы же не врачи, да. Вот. Помогаем как? Информационно. Конечно, я в основном беру людей, кто со схожим диагнозом. Либо поджелудочное, либо область ЖКТ, да. Там, где я больше разбираюсь. Соответственно, это помощь какая? Подсказка, что спросить у врача. На какие мутации можно сдать? Где лучшие хирурги по нашему диагнозу? Какие вообще по питанию? Потому что поджелудочное, это вопрос питания. Я помимо тех таблеток таргетных, я постоянно, то есть любой прием пищи, ну кроме фруктов, овощей, это у меня прием ферментных препаратов. Тех же, как добиться ферментных препаратов по ОМС. Потому что, ну, это все тоже, как бы вопросов много. И люди об этом не знают. Я помню себя. Вот, поэтому хочется им помочь. Уже отношусь спокойно практически. Единственное, что мне все равно не нравится, хоть и как от жизни люди умирают, ну и от рака умирают. Как бы жизнь, да, как говорят, смертельное заболевание. Сейчас мое отношение более знающее, более спокойное. Ну, это как, наверное, врачи, которые постоянно с этим сталкиваются, кто работает, да, с онкологическими. И ты вращаешься в этом все равно в сообществе. Много уже друзей среди онкобольных. Сам ты, да, ты видишь, что многие живут, слава богу, долго. Да, к сожалению, кто-то уходит, но кто-то уходит. У меня, я сейчас зубами занималась, я пришла доделывать зубы, протезы свои ставить, протезирование. Медсестра спрашивает, к какому врачу я говорю, ну вот посередине, а на гитаре он скоропостижно скончался. Вот, то есть я его видела неделю назад, и как раз там, то есть сердце, ты не знаешь, в какой момент. Я к раку отношусь, как теперь, к части жизни, наверное, так, если коротко. Я хочу сказать, что не слушайте прогнозы, ну вот, вспоминая себя, да, на своем примере. Настолько все индивидуально, потому что понятно, что мы вроде и хотим верить в чудо, и одновременно не верим в него, потому что это чудо. У меня столько людей вокруг, которые должны бы были жить с раком, с первой даже стадии, например, а они, а я с четвертой, да, сразу диагностированы, и с таким агрессивным раком, они сейчас уже не здесь, да, они не на этой земле, вот. Потом я хочу сказать, ищите поддержку где-то, она всегда найдется, вот. Нет близких, ну, бывают всякие ситуации, есть друзья, нет друзей, есть всякие онкосообщества. Понятно, что у всех есть период отрицания, когда не хочется, ни с кем, ты в своей скорлупе, у каждого он свой, временной, но он пройдет, ищите те опоры, которые у вас хоть немножко будут где-то вывозить, потому что мы, мы не роботы, мы живые люди, и честно, я говорю, без вот этих точек и поддержек, ну, я не могу сказать, я такая королева, я прошла этот путь одна, нет, конечно, ну, абсолютно нет, и я не думаю, что кто-то может так сказать, все равно были опоры, были друзья, родственники, хорошие врачи, хорошие советчики, ну, ищите, это вам поможет, и это точно не конец, конец это тогда, когда мы уже не можем ничего сказать, вот там конец, ну, там вы уже об этом думать не будете, вот, так что, вот, мои такие напутствия. Субтитры создавал DimaTorzok